всех приветствую сегодня 1 ноября начнем с биткоина интересный вчера был момент такой была проторговка все тут купили и был ложный вынос вниз по стопам им проехались все это резко откупилась и такое бычье поглощение нарисовано а то есть и хороший сигнал это скорее всего мы адресовали вот этот импульс падения это идет к нему либо коррекция сильная либо все-таки какой-то разворот соответственно мой лонг уже в плюс вышел небольшой так его и держу ничего не трогаю будем смотреть дальше происходит еще раз повторюсь рынок унылый я принципе даже не хочу торговать поэтому сразу к самому интересному ну грубо говоря по битку у нас 6 500 6 600 принципе может уйти и сейчас покупать принципе логично 100 будет за эту низинку и поехали так начнем самого интересного индекс бакса вчера подрос так еще вот так вот понятно что было то есть вчера он сильно довольно-таки подрос и потом пошла все-таки коррекция вот этой ночью довольно мощная не в итоге как бы мои сделки то включить по выходили сейчас покажу какие трейды сделал грубо говоря индекс бакса пошел все-таки вниз коррекцию как мы видим здесь по 4 часам довольно мощным пошел первую волну он сделал сейчас у нас идет поддержка скорее всего будет коррекция к этому движению соответственно я уже этот шорт подкрывал всякие разные вкратце что скажу по евро я купил на дне пару сделок но закрыл к сожалению храна одну вот на этом вот вершине потому что евро очень слабо смотрелось поставил ордер отложенный пониже на 2980 он так и не сработал евро улетела второй ордер я закрыл вот в этой проторговки потому что тоже слабо смотрелся но последний здесь на хае в итоге по евро этом небольшой плюс сделал самый основной плюс был сделан на фунте потому что он улетел там нереально к сожалению вот здесь вот я не докупал потому что он грубо говоря улетел меня была поза набрана где-то вот здесь по 2740 и так и держал смотрю наверно вниз пойдет думаю ладно докуплю на пробой дна если дадут тоже поставил отложку на 2680 но фунт постоял постоял такую шартовую модель нарисовал вроде бы все тушь рта 0 и бам шорт сквиз ну как это обычно с фунтом происходит в итоге фунт я додержал до 2880 примерно здесь закрыл и сейчас шар те практически самого хая 29 12 меня шорт поехал резко вниз сейчас вот будет такое медвежье поглощение красивая ну шорт почему потому что во первых вот 10 дивер на получасовках не смотрят сюда вот на 2850 как минимум скорее всего там буду крыть то что это скорее всего отскок плюс вот здесь перекупленность здесь перекупленность то есть принципе тут вообще безопасно можно было на всю котлету шортить я на 0 на 5 шортанул стал больше паяние подтвердилось падение это сейчас довольно странно что-то нарисует и вчера был ложный у нас вверх под стопам проехались потом резко вниз соответственно что вот это такое пока не ясно но свой шорт по 113 12 и так и держу там профиль небольшой смысла крыть нету и в целом как бы ну есть куда падать как минимум по четырем часам еще можем упасть поэтому держу эту сделку хотя она такая гена она довольно странный инструмент она сама по себе там сама себе на уме очень порой чудит поэтому такая такой трек не особо на него надежды возлагаю на посмотрим вот вчера обидно вышло сняли мне стопа швейцарцу здесь шли вниз там резко ушли вверх и основного хая встал в шорт и закрылся вот здесь на низинке и думаю наверно выше уйдет наверное евро опять пробивать но пойдет фунт но пробивать пойдет перезайду выше он бам улетел вниз то есть я вот отсюда мог взять вот это движение но к сожалению не взял ничего страшного главное что не потерял по канадцу очень-очень хотелось вот здесь вот прям на хаях видно было что опять же склизанула тут во всех шортил поимели тут нужно купать начали скорее всего зубы надо шортить не не будут зря потому что он улетел на 60 пунктов вниз ну тоже трейд был опасный не люблю канадцам шутить австралии все-таки вырос вырос подтвердил бычий вариант хотя сейчас я в шорте по нему нам него довольно сильный уровень здесь и может подтвердиться вариант что вот этот рост по евро и рост по фунту это обман очка сейчас нас зафигачит 5 волну ли соответственно пятая волна вниз пойдет по австралийцу плюс у меня на другие трейды по австралийцы то есть я жду по австралийцу резкого падения может быть новости вас еще что-то почему это будет не знаю но в целом как бы вот индикатор перекуплен 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 все как бы в принципе шорт оправдан 150 что не знаешь куда ставить на я на 40 пунктов вверх вот ну пусть висит по snp вчера открывал шорт вот здесь по 27 15 но летел вверх ушел вниз я думаю закрою потому что непонятная ситуация здесь не индикаторы ничего не говоря толкового то есть он как вверх так вниз может уйти закрыл без убыток по золото вышло довольно интересный вот здесь прямо на самом дне по 1213 открыл он ушел вверх вернулся вниз ну думаю ладно будет рост закрою по 1216 с копейками закрылся тоже думал что сейчас по 1210 она идет туда ордер ватнул лимитный пошел спать ну и золото конечно ушло куда я хотел 1225 у меня так профит стоял или 1227 не помню на 1225 на хотел бы закрыть его ну вот в итоге трейд мог сработать пожадничал я не не стал держать сделку вот получаете точно так же как по евро фунту кстати вчера гениальная была идея вообще шортить потому что там все было в диверах я давно этого трейда ждал 89 21 был short 88 10 take и вот он как раз туда ушел сейчас я кстати в ланге сижу там какие были сигналы во первых тут дивер вот здесь во вторых вот здесь такая довольно тесно свечная модель сбиты стопы у всех кто здесь купил и четыре часа перед проданности соответственно вообще просто покупая не хочу никакого риска нет вот он уже улетел 15 пунктов вверх практически сразу так и по нефти вот тупой трейд как нефть не куплю все ремка эта фигня короче говоря купил нефть в убытке сижу все плохо жду хотя бы без убытка почему купил потому что на дневке сейчас покажу дневки там довольно терять сигнал он она под мужу ползет который день еще дивер есть дивер на дневке это означает что она идет куда-нибудь на 68 вопрос времени когда это будет она уйдет соответственно вот я по 65 с я коми купил 68 жду но не люблю эту нефть я как и не куплено все идет не туда куда нужно вот такой примерно 7 расклад давайте покажу трейды с того что было открыто закрыто я кстати вот не удивляйтесь настал 2000 до кинул еще косарь потому что не могу из таких много депозитов торговать в общем евро бакс вот тот старый они докуплены я вот его закрыл золото вот она была 1220 интейк вот закрыл по 2216 фунту среднялка вчера про него говорил вот обидно вот за эту штуку то есть правильно был трейд абсолютно правильно все логично все четко но еврофунт закрыл я руками так ну и вас 500 кэш этот не нравится мне этот snp закрыл без убыток вам путь забыл сказать по мексиканцу был трейд хороший но там чисто короткий трейд 10 кто взял наверняка там копейки 14 долларов заработано вот он двусреднялка евро не до держал я к сожалению выше 1326 закрыл он так вообще правильно все открывал и вот франк который там 5 долларов слою вот это то что закрыто так еще у меня была отложка на вот этот евро австралиец но к сожалению что-то с ним не то он как-то слишком сильно просел так по идее вот у него 164 цель если отработает ну и стоп так условно 58 50 я поставил что он там проблема в чем-то он перекрыл первую волну четвертый не совсем хорошо это плохой признак надо посмотреть потому что там такая двояка ситуация нам кондикатором принципе на отскок даст по идее так что посмотрим вот у меня по евро фунту лунг висит фунт у меня в шарте висит нефть вот куплена в большую бы так ушла сейчас такие две мертвые позы которые по нефти и по евро австралии евро австралийц нормально все вот нек такая чудная дивер на них конечно радует но я думаю под ночь повозит так и вот еще audi я надо давайте покажу вам тоже шарте там довольно интересный паттерн такой так во первых вот евро австралиец давайте лучше здесь у него все выглядит так что вот этот как бы завершающая пятая волна и он должен прям улететь прямо в космос да соответственно смотрим у нас индикаторы не принципе подтверждают разворот что надо покупать дневка единственно что не совсем на дне и мы вот видите перекрыли здесь вот эту волну довольно плохо потому что скорее всего мог быть могла быть ошибка подсчете она ниже ведет но если срубит ничего страшного там потенциал все-таки большой надо все-таки открываться и вот audi иена здесь у нас какая шартовая картина во-первых вот мы ползаем перекупленности по 30 минуткам во-вторых часовик перекупленности в третьих у нас дивер на 240 минутках между этой этой вершиной а это означает что мы вернемся как минимум на 80 27 80 30 куда-нибудь сюда вот про торговку на лучшем случае получим очень сильное движение вниз у меня цель примерно 77 то есть имеет смысл торгануть если стоп не сейчас не срубит то все нормально в общем такие вот мне идеи довольно много трейдов я открыл таких мелких суетных непонятных но целом нормально сейчас плюс вышел уже легче будет торговать а почему я долго сделки не держу чтобы просто небольшую подушку безопасности набить виде профита потом уже него риск брать пример такая система поэтому как бы я не евро не держу он чуть раньше закрыл и усреднять особо не стал то есть у меня задача выйти там 200 300 долларов плюс и сделать а потом уже будет интересней пока такая система но грубо говоря вот они все трейды видны вот море что дальше ну что я ожидаю то ожидаю коррекцию по евро коррекцию по фунту и если эта коррекция будет не такая сильная то будут добирать докупать и буду ждать еще одно движение вверх если вдруг очень резко польют но это другой вариант пока я не решил пойдет ли фунт и евро вниз в пятую волну либо уже все разворот потому что такой сильный рост совершенно не означает что мы уже все то есть ему форекс то всякое возможно и в австралийце есть вариант что 5 волна вниз и поэтому есть время что 5 и поэтому то есть везде есть волна вниз возможно но будет она или нет это рынок покажет соответственно сегодня завтра будем смотреть но так все что хотел сказала до завтра